У Марии Казикаевой большой опыт участия в соревнованиях по лыжероллерам всероссийского и мирового уровня. По ее словам, летние старты лыжников отличаются от зимних, но это также важная часть подготовительного этапа. Но ни к одному старту нельзя подготовиться на 100%, потому что все зависит не только от формат соревнований, но и от погодных условий. В предыдущие годы бегали чемпионаты первенства области и под дождем, и в то же время здесь бегали и на скоростных роллерах под дождем. То есть, в принципе, это не такая большая проблема. Единственное, может быть, скорости будут чуть пониже, потому что все-таки трение будет другое, и плюс еще все-таки нужно будет быть более аккуратным. По словам Марии, принципиальная разница тренировок и соревнований именно в лыжероллерах. В течение лета спортсмены тренируются на разных моделях лыжероллеров, что помогает разнообразить тренировки. На соревнованиях используют уже специальные гоночные модели, и здесь спортсменам важно быть осторожными и внимательными. Скоростные роллеры отличаются от обычных роллеров, на которых мы тренируемся. Там совершенно другие скорости и очень плотная контактная борьба во время гонок происходит. Поэтому нужно быть всегда на чеку, чтобы не получить какую-то травму и чтобы занять более выгодную позицию на финише или во время гонки. Сергей Шаров недавно вернулся со сборов в учебно-тренировочном центре, где проходил подготовку к зимнему сезону вместе с юниорской сборной России. Сейчас спортсмен совместно с тренерами корректирует тренировочный график, чтобы подойти к чемпионату России в оптимальной форме и показать достойный результат. Перед каждым стартом спортсменам выдадут новые лыжероллеры фирмы «Эльва», чтобы создать для участников одинаковые условия. Чемпионат России продлится с 3 по 8 августа. Спортсменов и болельщиков ждет насыщенная программа гонок. Запланированы две гоночные трассы на лыжной базе и на улице города. Старт и финиш городской трассы у спортивной школы «Юниор». Маршрут спортсменов пройдет по проспекту Мира и улице Строителя Захарова. Заранее выбирайте маршруты и пути объезда в дни соревнований. Следить за успехами саровских спортсменов можно в группе ВКонтакте с Шор Атом и на одноименной странице в Инстаграме.